Почти за 10 лет существования линейки Pixel, Google успела нас порадовать кучей смартфонов. Недавно как раз показали Pixel 9 поколения, однако ответьте мне на вопрос, чем они родительно отличаются от Pixel 8? Да почти ничем. В этом году акцент решили сделать на софте и дизайне, и это все еще дает причину к покупке Pixel 9, но вспомните, что Google вытворял раньше. Первые 5-6 поколений буквально не были похожи друг на друга. Смартфоны менялись внешне, внутренне из них вырезали крутые фишки и добавляли не менее интересные новые. И, пожалуй, больше всего Google решила угореть с выходом Pixel 4. Его буквально можно назвать самым технологичным пикселем всех времен. Сегодня вспомним Pixel 4, чем он запомнился и почему это до сих пор самый интересный смартфон от Google. Я решил не заморачиваться, взял себе базовую четверку, но вам так делать не советую. У смартфона очень слабый аккумулятор, даже полдня он еле-еле вытягивает, у 4XL такой проблемы нет, да, он живет все еще хуже, чем современные смартфоны, но на нем хоть как-то можно выживать. У четверки же, в свою очередь, есть безусловное преимущество. Это размер. Смартфон очень маленький и кайфовый. Взять четверку можно где-то за 12 тысяч на момент записи этого видео, а 4XL за 13-14 в зависимости от состояния. За те же деньги есть и Pixel 5, он не менее интересен, чем Pixel 4 и, думаю, это тот самый момент для байта. Если под этим видео наберется 1000 лайков, я куплю Pixel 5 и тоже его проверю в 2024 году. Ну а мы возвращаемся к моему экземпляру. Он, увы, без комплекта и немного погрызанный, но зато полностью рабочий и с наичистейшим дисплеем. Ну а главное, он в одном из самых кайфовых цветов. Оранжевый еще есть белый, это второй, ну а черный я категорически не советую брать. Его Google зачем-то сделала глянцевым и выглядит он отвратно. Ну и первое, что бросается в глаза, дизайн. Смартфон выглядит великолепно, материалы премиальные, сделаны со вкусом. Единственный минус это рамка, конечно. Она легко скалывается, что выглядит не очень презентабельно. Ну и так как смартфон старенький, защита у него соответствующая. Стекло здесь очень хрупкое, поэтому бьется он от любого падения. И лучше его обклеить в пленке и надеть чехол. Я свою четверку оставил только в пленке от предыдущего владельца, а вот чехол снял. Ибо маленькая четверка идеально лежит в руке из-за своих размеров, да и материалы делают свое. Ну а главный недостаток Pixel 4 кроется спереди. Да, рамки у смартфона огромные и на то есть свои причины. В этой огромной полосе кроется куча датчиков, которые отвечают за управление смартфоном. Увы, народ фишки не оценил и поэтому Google выпилила всю кипу датчиков уже в следующем поколении пятого пикселя. Да, можно было бы оставить компромисс в виде щелки, как и сделала Apple до 14 айфона, но и такое народ тоже не оценил. Вспомните, 3XL, которые тоже холодно встретили, это была такая проверка почвы от Google, которая не удалась. Но вернемся к нашей четверке. В 2019 мы ее очень плохо встретили из-за этих рамок, так как смартфон выглядел стрёмно даже на фоне бюджета. Ну что ж, такое Google встроила в эту бровь, что пошла на хейт от комьюнити. А тут находятся все фишки четвертого поколения. Основная это, конечно, Face Unlock, который работал по аналогии с Face ID. Тоже сделал 3D модель лица и сканировал ее при помощи датчиков. На старте, кстати, был прикольный баг. Смартфон распознавал лицо даже с закрытыми глазами. Да, потом это исправили, но Вилса побомбить успел. Ну а вторая фишка – Motion Sense. В России она официально не работала, но протестировать ее при помощи некоторых махинаций можно. Для чего нужен Motion Sense? Все просто. Смартфон позволял отслеживать жесты без прикосновения к телефону в реальном времени. К примеру, можно было так ответить на вызов, переключить музыку или заглушить будильник. Технология, увы, никому не зашла, ибо слишком была далека от идеала и работала через раз. Потом, правда, ее добавили в Nest Hub 2, но там она тоже работает криво. Вот он у меня на столе тут стоит. Так что да, фишка-то прикольная, но скорее похожа на бесполезную игрушку, которая больше мешает, чем помогает. Экраны смартфона выше всяких похвал. Это OLED-матрица с хорошим разрешением и большой яркостью, особенно для флагмана прошлых лет. Ну а главное, Google внедрила сюда развертку в 90 Гц. Кстати, одно из первых. Поэтому даже сейчас экраном пользоваться комфортно. Да, не будем забывать, что 90 Гц работают только на определенной яркости, но они же все-таки есть, и я думаю, что никто не будет пользоваться смартфоном на яркости в 10%. Другой вопрос, что за те же деньги существует Pixel 5, без каких-либо ограничений с завода и нормальными рамками, но это уже вопрос для другого видео. Звук тоже неплох, особенно для флагмана прошлых лет и в сравнении с динамиками нынешних пикселей. Да, не iPhone, но звучит неплохо, и большинству этого хватит. Ну а главное, за что ценят все пиксели, это камеры. Основа состоит из двух модулей. Широкоугольный на 12 мегапикселей и телеобъектив 2Х на 16 мегапикселей. Ширик сюда Google, увы, не внедрила, а надо бы, все-таки смартфон вышел в 2019 году, и тогда ультраширокоугольные модули были уже почти у всех. Основной модуль старый, добрый MX363, тот же, что используется в Pixel 3. На 12 мегапикселей качество не ухудшилось, даже стало немного получше. Днем симки хорошие, как и на любом смартфоне, ночью тоже неплохие, конечно, присутствуют смазы, но это простительно флагману 2019 года. Второй модуль телевик, качество у него чуть-чуть похуже по ощущениям, чем у основного, но лучше, чем у iPhone 11 Pro Max того же года выпуска. Но главное, в iPhone 11 Pro Max, при том, что он вышел на месяц раньше, чем Pixel 4, уже существовал Ширик, а вот Google почему-то не внедрила этот важный модуль в свой смартфон, а это очень странно. Но, в общем и целом, для своих 12-13 тысяч, а именно столько стоит сейчас Pixel 4, камера здесь великолепная и лучшего вряд ли найдете, ну, только если смотреть на Pixel 5. Из минусов, смартфону нужна где-то пара секунд, чтобы обработать фотки, ибо здесь стоит древний Snapdragon 855, который не справляется с алгоритмами, ну, и Ширика нет, что печально. Видео тогда Pixel еще не научились снимать, поэтому чудес мы от него не ждем. А теперь перейдем к большой части. Процессор. Внутри у нас стоит... Шлишно, шнапи, 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 шнапи. Короче, Snapdragon 855 на 7 нанометров вместе с 6 гигабайтами оперативки. ПЗУ либо 64, либо 128 гигабайт, что стыд и позор для 2024 года, особенно при живом Pixel 5 на 128 гигабайт в базе. Но, у меня, кстати, минималка, и 64 гигабайт мне хватает за головой. Свободно где-то 25, и это без каких-либо фотографий в больших количествах. Я вообще никакой боли от маленького объема памяти не испытываю, скорее достает 855 снап. Он горячий, думаю, это ни для кого не секрет. Масло в огне еще подливает маленький корпус, и чудо инженерной мысли от Google в виде кривого охлаждения. Не сказал бы, что он какой-то ужасный, нет, наоборот, при работе он просто чуть теплый, как и любой смартфон, но где-то через час-два может нагреться до не очень приятных температур. Оперативной памяти всего 6 гигабайт стандарта LPDDR4X, казалось бы, этого мало, сейчас бы хотя бы 8, но на самом деле четвертак у меня ни разу не тормозил, и ничего не вылетало. Для игр он, увы, не приспособлен, но Genshin вытаскивает на низких настройках, и поиграть в целом получится. Смартфон остался на 13-м андроиде еще в прошлом году, и больше официально не обновляется. 855 снапа в целом хватает с головой, лаги если есть, то очень маленькие. А вот проапгрейдиться на кастом не получится. Точнее получится, но будет больно. Причина в том, что почти на всех кастомах не работают эксклюзивные фишки Pixel 4. Это Motion Sense, Face Unlock, сдавливание, все это умирает, и смартфон становится каким-то безликим. Да, на кастомах все работает хорошо, но зачем вам OnePlus 5T? Я не знаю, лучше возьмите его, он стоит дешевле. Аккумулятор – самая слабая сторона четверки. Google как-то умудрилась сюда вкорячить батарейку меньше, чем в Pixel 3, на 2800 мА, даже не на 3. В сумме с экраном на 90 Гц это дает гремучую смесь. У меня мобила не жила больше трех часов экрана при новом аккумуляторе. Именно поэтому с четвертым пикселем я почти всегда был прикован к пауэрбанку. Зарядка на 18 ватт, тоже не сказать, что быстрая, но маленькому аккумулятору ее хватает. Есть и без провод, правда без реверса, но все равно удобно. Иногда можно просто кинуть мобилу на зарядку и не заморачиваться. А вот связь порадовала. Хоть здесь и нет 5G, да и хрен с ним, он у нас все равно не работает, зато сигнал МТС отбивает даже в отдаленных от города местах, а также в переходах. LTE есть практически всегда, а там где сигнал пропадает, он восстанавливается где-то секунд за 10. Про блютуз тоже хочется рассказать. Sony VH1000 и XM4 подключились сразу, а вот оригинальный AirPods Pro почему-то ни в какой не хотят дружиться с гуглофоном. Хотя и с 7, 8 и 3 все было хорошо. Так что же с Pixel 4? Имеет ли он место быть в 2024 году как основу? Вопрос этот очень сложный. У 4 есть очень много минусов. Слабая ком, отсутствие ширика, практически мертвый кастом и сомнительный Snapdragon 855. Вроде как есть хорошая замена, это Pixel 5, но и он полон компромиссов. Точнее он тут всего один, это Snapdragon 765G, который в 2024 году слабоват. Но и тут есть достойная замена, Pixel 4 XL. Только вот он вам уже войдет в копеечку за версию на 128 гигабайт. 16-18 тысяч за смартфон 2019 года, да зачем он вам? И это при живом Pixel 6, который стоит столько же и намного лучше, чем Pixel 4 XL по всем своим характеристикам. Поэтому я считаю, что Pixel 4 в своем бюджете в 12 тысяч рублей это хороший смартфон. Дальше идет Pixel 5, он чуть-чуть подороже и его бы я брал вместо 4 XL просто из-за памяти. Ну а сам Pixel 4 великолепный смартфон для своего времени, который до сих пор можно назвать актуальным. Покупать его или нет, предлагаю ответить на этот вопрос в комментариях. Ну а тебе большое спасибо за просмотр этого видеоролика, не забывай переходить в нашу группу в Телеграм, а также подписываться на канал. Такая вот история.